Бунт и красота. Как хиппи и панки изменили моду. Бунт и красота. Как хиппи и панки изменили моду 8 часов 1 декабря 2019 года. Депозит фотос. Эйпид. На мопеде. Депозит фотос. Эйпид. Москва. 1 Декрия новости. Моган Виртанин. Молодежь. 20. Века заставила моду улиц и социальных низов стать массовой. Как битники, хиппи и панки изменили мир и почему считается, что в этом веке нет и не будет молодежных контркультур, в материале Рия новости. Бунтуй, пока молодой. Иногда приходится слышать, не те времена пошли, нет больше молодежных субкультур. Сразу хочется возразить, субкультур то сколько угодно, выбирай на вкус и отоваривайся в соответствующем магазине. А вот если воспользоваться термином контркультура, введенным Теодором Розаком в 1960 году, то тут уж точно чего нет, того нет. Прошлый век сотрясался от бунтов молодежи с идеями. В. 21. Веки все коммерциализировано, брендировано и аккуратно разложено по полочкам. В конечном итоге бунт продается ничем не хуже, чем любые другие товары, и может быть предельно модным. Рия новости, Виталий Безруких, представительница молодежной субкультуры. Один из двух представительниц молодежной субкультуры Рия новости, Виталий Безруких. А. Ф. П. 2019. Ванери Хаш. Девушки готовятся к участию в аниме-конференции в Монако. Два из двух девушки готовятся к участию в аниме-конференции в Монако. А. Ф. П. 2019. Ванери Хаш. Один из двух представительниц молодежной субкультуры РИА Новости, Виталий Безруких. Два из двух девушки готовятся к участию в аниме-конференции в Монако. AFP 2019 Валери Хаш Одежда играет роль знака, отделяющего своих от чужих. Для стороннего наблюдателя В. 20 Веки стиль хиппи или панков выглядел диким хаосом и пугал. Но изнутри все представлялось намного более упорядоченным, а мельчайшие детали могли играть роль знаков различия для посвященных. Чем чуднее, тем лучше. Понятие молодежных субкультур на Западе появилось в 1920-е годы. Тогда юное поколение шокировало старших ультракороткими по тем временам юбками, щедрым использованием губной помады и танцами, представлявшимися верхом непристойности. Девушек именовали словом «флэпер», этимология которого до сих пор не ясна, а молодых людей – шейх, по названию фильма с Рудольфом Валентина в главной роли. Впрочем, речь шла именно о субкультуре. Никакого серьезного политического подтекста не было, в отличие от контркультуры, лишь потребление всего самого нового и модного. Примерно такой же была суть движения ЗАЗу в оккупированной Франции – яркие губы, полосатые чулки, белые волосы как протест против режима Виши, или стиляк в СССР. Один из трех московские стиляги танцуют твистрия новости, Валерий Шустав – кадр фильма «Стиляги», Максим Матвеев – фильм «Стиляги». Два из трех. Максим Матвеев – фильм «Стиляги». Кадр фильма «Стиляги». Рея новости – Екатерина Чеснокова. Актеры Антон Шагин, Оксана Акиншина и Максим Матвеев – слева направо, на вечеринке, посвященной презентации фильма «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского. Три из трех. Актеры Антон Шагин, Оксана Акиншина и Максим Матвеев – слева направо, на вечеринке, посвященной презентации фильма «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского. Рея новости – Екатерина Чеснокова. Один из трех. Московские стиляги танцуют твист. Рея новости – Валерий Шустав. Два из трех. Максим Матвеев в фильме «Стиляги». Кадр фильма «Стиляги». Три из трех. Актеры Антон Шагин, Оксана Акиншина и Максим Матвеев – слева направо, на вечеринке, посвященной презентации фильма «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского. Рея новости – Екатерина Чеснокова. Первой настоящей контркультурой можно назвать битников, прославленных героиком, но движение было слишком интеллектуальным, чтобы завоевать широкую популярность. Именно о них голливудская художница по костюмам Эдит Хэтт в 1950-е годы сказала, что в Америке только они сделали по-настоящему новое модное заявление. Заключалось оно по большей части в ношении простых черных брюк, или же джинсов, и водолазки в качестве повседневной одежды. Ничего особенного с современной точки зрения, но на тот момент подобный кэжуал представлялся вызывающим AP-30 битники на ступенях египетского обелиска на пьяце Дель Пополо, Рим. 1967 год. Чаще же стиль молодежных контркультур – показной, гротескный, кичевый, карнавальный, нарушающий вкусовые табу, демонстрирующие как наличие общепринятых дресс-кодов, так и возможность их нарушения, появился в 1960-е у хиппи. Покинь общество, покажи мир фантазии каждому, делай, что тебе хочется, откажись от всех правил таковы были установки. Нарушая нормы общественных приличий и гендерные стереотипы, хиппи обоих полов носили яркое и цветастое, нашивали на одежду колокольчики, надевали драные джинсы, и активно критиковали стандарты среднего класса. Рия Новости. В. Бирюков, хиппи на улице Нью-Йорка. 1970. Один из четырех хиппи на улице Нью-Йорка. 1970. Рия Новости. В. Бирюков, рия Новости. Лев Носов. Хиппи начала 70-х. Два из четырех хиппи начала 70-х. Рия Новости. Лев Носов Рия Новости, Юрий Абрамочкин в латинском квартале. Три из четырех в латинском квартале Рия Новости, Юрий Абрамочкин. AP Photo. Запускают воздушный шар с изображением глобуса во время лета любви в Сан-Франциско. Июнь 1967 года. Четыре из четырех хиппи запускают воздушный шар с изображением глобуса во время лета любви в Сан-Франциско. Июнь 1967 года. AP Photo. Один из четырех хиппи на улице Нью-Йорка 1970 РИА Новости В. Бирюков 2 из четырех хиппи Начало 70-х РИА Новости Лев Носов 3 из четырех В латинском квартале РИА Новости Юрий Абрамочкин 4 из четырех хиппи Запускают воздушный шар с изображением глобуса Во время лета любви в Сан-Франциско Июнь 1967 года AP Photo Не бороться, а присвоить Пока в СССР привычно боролись с заразой Методом запретить и не пущать Запад нашел намного более удачный подход Им стала мода Элементы хипповских нарядов Отраженные на страницах глянцевых журналов Быстро приобрели популярность Возникло понятие хиппи выходного дня для тех Кто хотел поиграть в бомбаря Не слишком жертвуя комфортом Следующая значимая Контркультура панки И вот тут пришлось повозиться Рабочие кварталы Лондона В 1970-е не самое приятное место для жизни Безработица и неуверенность в будущем Были постоянными спутниками молодежи из низов И лозунг «Нет будущего» отражал суровую реальность Один из трех московские панки Рия Новости Илья Питалев Рия Новости С. Иванов представитель молодежной субкультуры конца 80-х годов на улице Москвы Два из трех Представитель молодежной субкультуры конца 80-х годов на улице Москвы Рия Новости С. Иванов Рия Новости Игорь Михалев В дни фестиваля одни легкой музыки в Тарту Металисты-зрители концерта мира на Ратушной площади в Тарту Эстонская ССР Три из трех В дни фестиваля одни легкой музыки в Тарту Металисты-зрители концерта мира на Ратушной площади в Тарту Эстонская ССР Рия Новости Игорь Михалев Один из трех Московские панки Рия Новости Илья Питалев. 2 из 3. Представитель молодежной субкультуры конца 80-х годов на улице Москвы. РИА Новости, С. Иванов. 3 из 3. В дни фестиваля одни легкой музыки в Тарту. Металисты зрители концерта мира на Ратушной площади в Тарту. Эстонская ССР. РИА Новости, Игорь Михалев. К началу 21 века способы превращения молодежных субкультур и зарождающихся контркультур в моду были отточены. Стоит только сформироваться новому движению, хоть как-то выбивающемуся из мейнстрима, как тут же открываются фирмы, продающие все нужные товары для желающих. Принадлежность больше не требует политической позиции или усилий, а потому оборачивается очередным модным трендом. Быть может, дело просто в том, что теперешняя молодежь стала счастливее и ей больше незачем бунтовать. 23 ноября, 08.00 культура на широких женских плечах. Как экономика влияет на моду?